Работа на стройплощадке кипит круглосуточно. Строительство новой школы на пятой просеке стартовало 14 мая. Сейчас подрядная организация уже завершила формирование фундамента. Строители говорят, что при нынешних темпах они и к первому сентября могли бы успеть. Но по регламенту нужно соблюдать все сроки и достроить первую очередь в декабре. Об этом сегодня рассказали главе города. Елена Лапушкина приехала на объект с проверкой, как идут работы. А не жалуются жители сейчас, что в ночь работают? Нет, у нас больше на это жалоб не было. Но мы, в принципе, с ними в контакте. Объясняем, что для того, чтобы школу быстро построить, нам, конечно, нужно максимально задействовать время. Ну и в целом с пониманием люди относятся. Жители действительно понимают, что школа в этом районе необходима. От темпов строительства зависит, куда их дети пойдут учиться. В окрестных кварталах новостроек уже сегодня живут более 20 тысяч человек. А школы всего две. 46-я, она в километре отсюда. И 139-я, она еще дальше. Но мест там уже не хватает. Поэтому для жителей этот объект особой важности. И уже в декабре этого года школа примет первых учеников. В декабре будет сдано первое здание, рассчитанное на 600 учеников. Сразу после этого начнется второй этап. Возведение еще одного помещения на 850 мест с детским садом с ясельными группами. И сам проект, и план благоустройства территории школы отвечают самым современным стандартам. Огромное спасибо жителям, что они эту стройку поддерживают. И даже то, что сейчас внесли изменения в закон Самарской области о тишине. И позволили в рамках национального проекта работать ночью. Жители с пониманием к этому относятся. И терпеливо ждут окончания стройки. Были с вами здесь две недели назад. Вы видите, какие серьезные изменения происходят. На сегодняшний момент строительство сходится с опережением графика. Школа на пятой просеке строится по национальному проекту образования. Еще один нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в полной мере реализуется на улице Старозагора. Двухлетний цикл комплексного ремонта предусматривает обновление проезжей части, благоустройство всей территории от фасада до фасада, обустройство подъездных карманов для остановок общественного транспорта и дополнительных парковочных мест для автомобилей. На самом деле это очень важно, чтобы было где поставить машину, чтобы зайти в аптеку, магазин или любое другое учреждение. На улице Старозагора от Советской армии до Ташкентской было 7 тысяч квадратных метров парковочных мест. Их все планируют отремонтировать, плюс дополнить, то есть создать еще 3 тысячи квадратных метров парковочных карманов. Работы на участке от улицы Советской армии до Нового вокзальной были выполнены в прошлом году. В этом году предстоит сделать то же самое в сторону Ташкентской. В общей сложности длина участка, который приведут в порядок, более 5 километров. Олег Зверев, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова